Кто вам сказал, что природную ренту будут делить поровну между тем, кто ей распоряжается, и теми, кто в офисах сидит? Многие же замечают, что как-то она неравномерно делится, эта самая природная ренту. Это первый вопрос. А второй вопрос. А кто вам сказал, что природную ренту страна будет распоряжаться? Если вы этой природной рентой не можете пользоваться без технологий зарубежных, в данном случае китайских, то Китай будет бесплатно забирать эту самую нашу природную ренту. Ничего не оставляя для тех умников, которые сейчас готовы перейти на дешевые китайские машины. У нас сегодня на связи наш друг, директор Череповецкого литейно-механического завода, член Генсовета партии «Дело» Владимир Баглаев, Владимир Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте, Максим, зрители, слушатели, те, кто пришел подумать вместе с нами, порассуждать, ну и наверняка те, кто пришел нас потроллить, потому что тема, как правило, ты, Максим, поднимаешь, достаточно неоднозначная, и при желании всегда противник может попытаться отстоять, попытаться отстоять с точки зрения, чтобы и дальше правильно нам загнивать, и дальше нам правильно отдаваться лозунгам либерации и либеральной экономики. Ну, я скажу так, что с точки зрения, как хорошо нам было раньше, как будет дальше, если это того, будем мы менять курс нашей, в общем-то, промышленной политики экономической или не будем. Если мы собираемся что-то менять, надо обсуждать. Если всех все устраивает, и мы готовы только критиковать, что вот у нас все плохо, но мы ничего не будем делать для того, чтобы было хорошо, значит, ничего хорошего мы ждать не сможем. Ну, Максим, давай, начинай. Да, спасибо, мы из другого теста. Ну, я сегодня хотел поговорить, продолжить прекрасную передачу на рубеже. У нас мы тоже занялись, собственно говоря, проблемой китайской экспансии. Вот сейчас я вижу, что с повышением учетной ставки Центрального банка наша власть, уже не спешно какие-то самовольства набиулиной, понятно, это сверху решено, она сделала ставку на удушение собственной промышленности, потому что с такой ставкой промышленность не живет и не развивается. Ради какого-то предвыборной стабильности, якобы это может поддалить инфляцию, чтобы электорат не был недоволен, но промышленность за это действительно расплатится, она будет придушена. И делается это на фоне уже отчетливо видимого курса Китая. Китая, вам не нужна ваша промышленность, мы все вам поставим. Вот это мое полное впечатление, потому что я так понимаю, что первыми, в общем-то, о том, что китайцы наступают, об этом наши братья-белорусы, у них тракторы появляются. Они начинают выбивать с рынка или занимать на рынке ниши, очень большие ниши. Сначала тракторов среднего класса, легкого, а потом они возьмутся за тракторы большие, энергонасыщенные. Я не сгущаю краски, Владимир Игоревич, вы же все-таки выпускаете тракторы, машины по лицензии Белой Руси? Ну, смотрите, вопрос поставлен правильно, но я бы его расширил бы. Смотрите, только что у вас вышла передача с одним из руководителей Росспецмаша, с хорошим специалистом, на самом деле, с Прониным. Он достаточно красиво, в общем-то, правильно расписал ситуацию, но это касается не только тракторной тематики. Да, действительно, мы давно работаем с белорусами в плане не только сборки, но уже и производства тракторов до 90 лошадиных сил мы делаем машины. Причем они-то не сборочное производство, а производство, которое соответствует 719 постановлению, сделанной России. То есть определенный уровень локализации необходимый мы прошли. По ряду позиций у нас локализация сегодня превышает 75%. Поэтому назвать, что мы как бы... Да, лицензия, безусловно, но это уже и производство на территории России. Тем не менее, для чего вообще делалась такая работа совместно с белорусами? Ну, чтобы так или иначе, как говорит президент России, обеспечить ту или иную технологическую безопасность. Что, честно сказать, в ситуации, когда мы думаем о такого рода безопасности, даже имея кооперацию плотную с братьями белорусами, то у меня не может не возникать вопрос. Если мы заботимся о своей безопасности технологической, даже когда общаемся с белорусами, то почему у нас совершенно отсутствует забота о технической безопасности, когда мы запускаем сюда на наш рынок китайские трактора, машины? Потому что там не то, что локализации, там 75% нет. Там вообще у нас нулевая, там, ну сколько там... Вот если шильдик москвича приклеить на китайскую машину, сколько процентов локализации в этой машине? Какая там технологическая безопасность? Момент принципиально важный. И в данной ситуации я действительно начинаю связывать в единый узел задач, который решает та или иная группировка либеральная в России о том, как связано повышение ставки Центробанка России с тем, как мы наблюдаем сегодня за экспансией китайских технологий и китайской промышленности на нашей территории. Значит, смотрите, ну, с точки зрения производства промышленников, разговор о том, что высокая ставка кредитования не допускает никакого развития, в принципе, по определению промышленного, это понятно. То есть можно спорить, можно нет, но промышленники, как они нам скажут, нереально, невозможно. И тем не менее, вы не могли не заметить в последнее время, как дружно, с разных экранов, в Ютубе, на центральных каналах, в радио пошли транслироваться мнения разных экономистов, сектористов. Я, извиняюсь, приболел, буду немножко запивать кашель. О том, что ничего подобного, ребята, вы не понимаете. Настолько грамотная политика Центробанка, и благодаря политике Центробанка, которая очень грамотная и правильная для страны, инфляция будет восстановлена, цены расти не будут у нас в стране, а те многочисленные сотни миллионов людей, которые у нас в стране живут, получат невероятно большой доход, размещая свои деньги на депозите. Ну, и это же хорошо, говорят эти эксперты. Защищая политику и практику работы Центробанка сейчас с повышением ставки кредитования. И специалисты от промышленности говорят, ребят, а покажите, каким образом, на каких моделях Центробанк может доказать о том, что повышая ставку ключевую, они воздействуют на экономику, ну, так скажем, с точки зрения оздоровления и как-то помогают норовить им. То есть, каким образом повышение ключевой ставки уничтожит промышленность? Любой производственник, более-менее грамотный, вам модель нарисует. Что, в общем-то, и происходит. А вот таким образом действующая модель, которая используется Центробанком, работает в обратную сторону и спасает нашу экономику, никто нарисовать почему-то не может и не хочет. И дальше возникал вопрос. А может, этой модели нет? Нет, ребята, эта модель есть, и она теперь более-менее понятна. Именно экспансия Китая на территорию России, полная техническая атака и нападение Китая, я по-другому не скажу. Китай сейчас напал на Россию так, как и нападали на нас давно. Техническая промышленная экспансия Китая набирает такой оборот, что я не представляю, каким образом мы вообще сохраним хоть что-то в России через пять лет. Это по разным причинам. И опять-таки, и снова, и опять, и снова главную скрипку в этой атаке играет не сами китайцы, а наш российский Центробанк, повышая включивую ставку. Каким образом работает этот вот странный, вроде бы, сразу невидимый механизм такого рода совместной атаки восточного партнера с нашим внутренним, так сказать, финансовым мегарегулятором. Что происходит? Значит, каким образом снижается инфляция, и может ли снижаться инфляция, если повышается ставка Центробанка? Смотрите, что получается. У нас при повышении ставки кредитования вы, естественно, приводите к чему у нас начинается с одной стороны производство хереть, и при том, что оно падает в объемах производства, а это неизбежно, когда у вас не хватает оборотки, когда себестоимость растет, у вас объем производства с одной стороны падает, и, кстати, я повторю, что в этом году объем производства колесных тракторов в России и реализации в среднем упал на 42%. Где-то падение производства составило и 70, и 80%. Так вот, я приводил расчеты, что падение производства на 40% повышает себестоимость единицы техники на 27%. Казалось бы, мы можем искать Центробанку, великий Центробанк. То, что ты сделал, привело к тому, что объем производства снизился, и себестоимость отечественного трактора выросла на 27%. Таким образом, у нас инфляция не упала, она выросла. А раз у нас выросла себестоимость нашей сельхозизделий, то у нас растет все. Себестоимость пшеницы, любого сельхозпроизводства. Соответственно, яйца растут в цене. Вот она, вот откуда все прет. На что Центробанк, казалось бы, ему нечего сказать. Но за Центробанк грамотно ответил Владимир Потанин на форуме «Россия вперед», который поблагодарил правительство Центробанка за то, что те нашли себе волю не рассуждать о развитии в мерах. Он сказал, не ищите в мерах Центробанка ничего, что связано на развитии. Сейчас главное оздоровление экономики и стабилизация. Вот этим мы занимаемся. И хорошо, что этим делом занялись. Каким образом работает стабилизация? Очень просто. Таким образом, когда у вас, оказывается, наша продукция заражает на десятки процентов, оборотка у нас выпадает, а поддерживать как-то работу внутри страны надо, вы обязаны прибегнуть к чему? Каким яйцам мы сейчас будем прибегать? Правильно, яйца в Россию будут везти турки и льзебанжальцы. Если раньше за яйцами туда ездили, теперь уже яйца сюда поедут. Понятно, да? Теперь дело с тракторами и с другими машинами. Получается странная ситуация. Дело в том, что тот момент, когда Центробанк убивает нашу промышленность, и она становится, соответственно, дорогой по себестоимости, открываются двери китайскому производителю по всем направлениям. По всем направлениям. И Пронин правильно отметил, что, и я показывал в расчетах вот сегодня, что Китаю совершенно ничего не стоит на любой вид продукции, с которой он выходит на рынок, дать цену, вообще несмотря на себестоимость, в два с половиной раза дешевле, чем любой из наших продуктов России. Не потому, что у них себестоимость на самом деле как бы ниже по прямым издержкам. Прямые издержки у нас плюс-минус одинаковые. Хотя тоже вопрос насчет прямых издержек. Пронин верно отметил, что у нас ряд прокатов, которые мы используем для машиностроения, в Китае в полтора раза дешевле, чем у нас. А машины все-таки делаются не только из пластмассы, но и из металла. Электроэнергия, которую мы поставляем в Китае, она дешевле, чем та, которую мы же себе поставляем на наши предприятия. Все это есть. И, соответственно, в этой ситуации, убивая свое производство, мы волей-неволей открываем рынок для производителя запаса, в данном случае восточного, который дает цену не на 5%, не на 10%, он может дать цену на 30% ниже. И даже вдвое. И в данной ситуации действительно произойдет, о чудо, падение инфляции. Потому что убитое наше дорогое производство приведет к появлению дешевого китайского импорта. И инфляция действительно упадет. Ну и многие зрители скажут, да и слава богу в этой ситуации, потому что, если мы не будем стимулировать наше машиностроение и наши высокие технологии, будем заниматься экспортом нашего сырья, мы, как и раньше, металла, нефти, газа, мы опять перестанем бодраться за свое участие в нормальном международном разделении труда, где мы не как банановая колония. Зато у нас поправится платежный баланс и снова будет профицит торгового баланса. И, соответственно, укрепится курс рубля, что тоже, кстати, выяснить эту инфляцию и цены. И благодаря этому русский народ получит крепкий рубль, дешевый китайский импорт и, соответственно, заживет, как никогда раньше, хорошо не живет. В принципе, примерно так нам объяснял в свое время гайдаровский Чубайс или Чубайсовский гайдар, кому больше интересно. Это 1992 год. Надо снести неконкурентоспособную советскую промышленность, будем продавать сырье и покупать дешевые импортные товары. Да, с 1992 года это осуществили, в результате лишились будущего, работы. Да, у вас у тебя дешевый китайский импорт, но у тебя работы нет. И ты на копейке живешь. Вот я к этому и клоню. Дальше получается, то есть сейчас Ревера Сайдановна является просто ярким представителем тех сил, которые продвигают на протяжении многих лет вот эту вот практику, объясняя на пальцах, ну вам же самим будет хорошо. Более того, я сейчас вот наверняка, когда мы этот выпуск будем делать, многие комментаторы напишут, а вы сначала научитесь делать так же душу, как Китай, а потом будете нам рассказывать. Ребят, еще раз, это невозможно. По одной простой причине. Эффект масштаба не позволяет конкурировать по себе стоимости с Китаем. Еще раз, только за этот год, вот я привожу цифры, падение объемов производства российских тракторостроителей на 40 с лишним процентов привело к росту цены на трактора в России больше, чем на 25-30 процентов. Не потому, что машиностроители зажарались, а потому, что тот рынок, который Россия своим же производителем перекрыла, там целый ряд направлений, как это было сделано, увеличилось и бестомость соединиться техники. А тракторы строителей подняли сцену, но стали жить беднее, потому что поперли убытки. И для сравнения, те же самые белорусы, которые рискнули и не опустили объем производства на 40 процентов, а у них падение производства составило примерно 10 процентов по крестным тракторам. В этой ситуации они тоже, у них себестоимость выросла. Она выросла на 4 процента. Ну и, соответственно, они подняли цену не на 25-30 процентов, а на 5 процентов. А Китай, наоборот, получил доступ на наш рынок в тысячах сотен, взятка тысяч тракторов. И, ну и дальше, вот вы о какой конкуренции говорите. Поэтому здесь логика простая. То есть, если мы хотим жить здесь и сейчас, говорится, хорошо, но недолго, надо продолжать жить по-заветам некого Чубайса, который предлагал раньше и сейчас предлагает это Игорь Раскредитовна обеспечить высокий профицит товарного баланса, то есть грабежа страны за счет этого поддерживая высокий курс и стоимость рубля и тем самым обеспечить неконкурентную способность нашей продукции, а также обеспечить дешевый вход импортной техники на нашу территорию. Значит, понимаете, в чем дело? Вот мы зацепили вопрос по белорусам. Так вот, почему белорусский трактор, трактор Беларусь, очень долгое время китайцы не могли выбить не только из территории Российской Федерации. Трактор поставляется более чем в 70 стран мира. За счет чего? белорусы держались принципа эффекта масштаба. За счет того, что трактор белорусский был массового производства, достаточно массового производства, Китай никак не мог обеспечить себестоимость своей машины равной себестоимости белорусской техники. была такая проблема для китайцев, они ее решили. Они решили тем, что, в общем-то, за счет превышения масштаба производства выше белорусского примерно в 5 раз они максимально снизили себестоимость своей машины. И в этой ситуации говорить о том, а давайте теперь вы на равных поконкурируете, да нет. А дальше идет разговор, ну хорошо, о чем мы жалеем белорусов, они, конечно, белорусы-братья, но, ну что, не повезло, ну не смогла. А вы знаете, что машины, которые выпускают российские производители, это Кировский завод Россигмаш, это машины энергонасыщенные. И их не выпускаются десятками тысяч. Там объем производства 3-4 тысячи с второго года. Ну 5 тысяч с второго года. Понимаете, да? А теперь прикиньте, как вы считаете, Китаю сложно будет выбить с рынка российского при нынешних отсутствии заговорительных пошлин и при нынешней политике Центробанка выбить с рынка 5 тысяч тракторов. Даже где 5? Сегодня, в этом году мы и 2,5 не сделали тяжелых тракторов. Вы думаете, Китаю проблема забить рынок России, сдемпинговать и уничтожить остатки промышленности. А зачем все? Вы половину выбиваете, у остального объема производства себестоимость вырастает на 50%. Все. Наших больше ставок нет в этой ситуации. Без вариантов. Экспансия, которая, она не просто враждебная, она на уровне просто открытой вражды идет. И этого не замечать, и говорить об этом под радостные окрики безграмотной безусловно толпы, я по-другому сказать не могу, ну хорошо же, но Китай же дешево, но они же молодцы, но это же замечательно, научитесь как Китай. Научитесь кто? А вы кто, кто нас учит учиться как Китай? Вы, собственно говоря, занимаетесь, вот тот, кто сейчас скажет об этом, вы сейчас чем занимаетесь, вы работаете кем? И источник вашего дохода, вообще говоря, что является ситуация ведь как было, так и осталось в России два источника дохода, это природная рента и производство высокодобавленной стоимости, понятно, да? Вот если вы производство высокодобавленной стоимости убираете, ну и ладно, ну и ничего страшного, будем жить за природную ренту, ну здесь тоже есть одна проблема, кто вам сказал, что природную ренту будут делить поровну между тем, кто ей распоряжается и теми, кто в офисах сидит? Многие замечают, что как-то она неравномерно делится, эта самая природная рента, это первый вопрос, а второй вопрос, а кто вам сказал, что природную ренту вы будете, страна будет распоряжаться, если вы этой природной рентой не можете пользоваться без технологий зарубежных, в данном случае китайских, то Китай будет бесплатно забирать эту самую нашу природную ренту, ничего не оставляя для тех умников, которые сейчас готовы перейти на дешевые китайские машины, потому что они в этом ситуации совершенно не рассматривают так называемые партнерские отношения, а с какого перепуха Китай должен кормить 140 миллионов бездельников на нашей территории, которые ничего сами делать не могут и не хотят, а ждут что-то то, что мы же на территории, где есть нефть, газ и зерно, кто-то нас будет кормить, Китай так не привык, ни с кем, хотите работать, работайте, не хотите, не можете, не работайте, вы лишние на этом празднике китайской жизни, и призывать их, а как же так, а вы бессовестные, вы что, ребята, вы серьезно, вы к китайцам так решили обратиться, не, Максим, это разговор даже не в пользу бедных, это в пользу недоразитых бедных, Владимир Николаевич, позвольте сейчас, так сказать, немножко другой теме, так сказать, продолжить эту тему, два замечания, но первое, Потанин это сырьевой сектор, ему чем меньше своей промышленности, тем больше на внешний рынок будет поставлять, ему это выгодно, второе, тем более технология будет для него дешевле, его же будет заставлять брать отечественную, дорогу, зачем, он готов перейти на технологии Китая, не дешевле, себе встанной добыче ему будет дешевле, для Потанина, населения Российской Федерации, в общем, абуза, у него рынок сбыта там, сырье отдавать туда, второе, безусловно, нужно менять закон о Центробанке, чтобы он отвечал и за промышленное развитие, и за рабочие места, соответственно, вот, это тоже совершенно ясно, вот, я тоже, извините, приболел, тоже температура была, вот, ну, ко мне тоже в комментарии набежали, ну, идиоты, я по-другому сказать не могу, они говорят, ну, вы же мешаете здоровой конкуренции, ну, делайте так же, вот, вот, как китайцы, дешево, почему у нас тут, у нас рабочая сила дешевая, сырье свое, прочее, почему мы не можем, и как не объясняем, что конкуренция должна, если здорово, она должна быть равной, но когда ты на ринг выходишь, например, так как боец, так сказать, с голыми руками против тебя выходит, человек в доспехах и с кастетом, это неравная конкуренция, у китайцев, помимо масштаба производства, что да, у них все больше, больше выпуска, значит, возможности экономить на издержках, у них, и, простите, и металл дешевле, у них ставки кредитов гораздо ниже, у них огромная государственная поддержка. Максим, давай так, я не склонен называть людей, там, не очень умными людьми, почему, я бы назвал бы их неграмотными людьми, это разные вещи, дураки и неграмотные, это не одно и то же, русские ведь не дураки, просто их за эти годы сделали неграмотными, и это большая проблема, от этой неграмотности на самом деле появляются странные умственные выводы, так скажем, которые со стороны человека грамотного кажутся, что имеет дело с недорогим человеком, ничего подобного. Неграмотность, которая не только в школах среднего образования, это вот неграмотность, это в том числе и в высших школах по экономике, нашей экономике продвигается, то есть в высших школах экономических продвигается такого рода неграмотность, поэтому такого рода комментарии мы с тобой читаем. Но есть одна история, любители либеральной равной конкуренции, я скажу откровенно, а я против, я против равной конкуренции, если бы мы говорили, если бы Китай в свое время говорил про равную конкуренцию на своем рынке, Китай бы никогда не стал великой страной, промышленно-производственной, никакой равной конкуренции на своей территории в момент восстановления и развития своей промышленной индустрии, Китай не позволял, категорически, критически, закрывая любой импорт со стороны, который они могли перекрыть, любыми, там, низкокачественным продуктам, дорогим своим китайским импортам, если они могли бы не брать импорт, они не брали. Технологии, да, как только технологии позволяли что-то изготовить свое, это они тут же перекрывали. И никакая там логика того, что, а как же конкуренция, ногами вперед с вами конкуренции, потому что вопрос, а с чем вы хотите конкурировать? И каким образом, напомню, Бекабритания стала ведущей, сильнейшей державой в прошлых веках. Именно запрет на своей территории какой-нибудь здоровой конкуренции с внешним миром полностью перекрыла рынок для внешней экспансии у себя по шерсти, поэтому сейчас и сидит у них там глава парламента на мешке шерсти. Это с тех пор, это они понимают, что решение по запрету равной конкуренции на своей территории вывело страну в лидеры мирового развития. запрет равной конкуренции на своей территории. Никакой равной конкуренции. Это все либеральная блевотина, которая сейчас мозги населения, как же, может быть, справедливые. Ребята, вот на эту справедливость Россию на слабо постоянно берут. Вы правильно сказали, что сейчас принципиально невозможно равная конкуренция. Вы говорите, у нас свое сырье материалы. У нас свое сырье материалы, извините, позвольте, у нас даже для оборонных предприятий мы никель, медь, олово, покупаем по ценнику из Лондона. Да, мы добываем его у нас, на нашей территории, но без санкции ценовой Лондона ни один оборонный завод не может купить никель по хотя бы минимальной рентабельности для норильского никеля. Цена лондонской биржи является основанием для покупки нашим оборонным предприятиям никеля, медиа, углового алюминия в наших заводах. Это же все знают. Какой наш материал? Мы уже не можем пользоваться нашей природной рентой. Нас уже кто-то решил право пользоваться нашей природной рентой, которая должна являться источником благостяний наших людей. И что, это для кого-то является секретом? И вы говорите про равную конкуренцию? А кто сделал так, что в этой равной конкуренции Китай имеет нашу русскую электроэнергию вдвое дешевле, чем мы продаем на своей территории нашим предприятиям? Кто это сделал? Как так у нас по-другому не получается? Если вы технологически неразвитая страна, а мы такая. Более того, нас Китай просаживает на эту зависимость технологическую, завтра будет еще хуже. Поэтому, если кто-то думает, что каким-то образом сейчас можно потребовать, а потребовать от кого равной конкуренции вы хотите? С кем? Я согласен, что на ринге выпускают недоученного перворазрядника по шахматам против мастера спорта по боксу и ждут. Ну что, конкуренция равна? Погнали, посмотрим, как долго он продержится, этот шахматист. Что осталось от промышленности, которую 30 лет разваливали? Вы серьезно хотите сделать, чтобы это была равна конкуренция? Даже Белоруссия сегодня, которая по возможности пыталась сохранить эффект масштаба и тем самым не допустить резкого роста себестоимости в продукцию не в состоянии бороться с Китаем. Почему? Потому что Белоруссия свой эффект масштаба и рост масштаба в том числе получала за счет доступа к российскому рынку. Я вам открою тайну. Российский рынок, как бы мы ни хвалились, это очень небольшой рынок. У нас всего 140 миллионов. У нас очень маленький рынок сбыта. Дело даже не в том, что в Китае полтора ярда живет и столько же, даже больше в Индии. В одном Пакистане живет людей сегодня не меньше, чем в России. Понимаете? И в этой ситуации говорить о том, что в Пакистане такой большой рынок, и почему же Пакистан не развивается, да все потому, потому что уже мы очень сильно отстали. Но у нас пока еще, пока еще осталось самое главное. Некоторые компетенции, некоторый инжиниринг остался, да, на стариках, да, на людях, которые что-то где-то еще что-то помнят, но пока еще это есть. За счет этого еще можно развернуть обучение и возврат страны в технологически развитый клуб, так скажем. Но разговоры о том, научитесь плавать, мы вам воду нальем. Ребят, еще раз, от того, что в стране умрет очередной завод, поверьте, через 15-20 лет эти вот гавруны о том, что не умеете уходить из рынка, они будут зубы на полке искать. Или поедут в другую страну и говорят, ну вот, развалили нам страну, приходится уезжать там, где нормально и хорошо. А мы же такие классные специалисты. Вот тот критик, который это вот такой пишет, он кем работает? Он что закончил? Владимир Николаевич, я тоже считаю, что, ну, хватит миндальничать. Надо это очень жестко объяснять, что никакого бреда свободной конкуренции быть не может. Если мы хотим развиваться, нам нужен протекционизм. Независимо от форм собственности, это будет государство социалистическое или частное, или смешанное, нам все проходили стадию протекционизма, в том числе и рыночной капиталистической экономики, чтобы усилиться. Если люди поймут хорошо, они поймут даже бить по башке иногда, пресекать сопротивление, то, чтобы выбирать, придется так. Либо ты будешь покупать более дорогие отечественные товары, но у нас меньше рынок, но получишь за это и высокие зарплаты, гарантированные высокие зарплаты, социальные гарантии, пенсии, либо, да, будешь с голым задом, но с дешевым импортом. Причем китайцы, если они выбивают нашу промышленность, потом цены поднимут, между прочим. Это совершенно точно. Так уже не раз было. Так уже не раз было. Есть еще одна проблема. Дело в том, что почему у нас будет с тобой много противников этой идеи. когда начало подниматься производство и промышленность в России за счет обороны, конечно, заказов. И президент правильно сказал, что объем промышленного производства в течение года вырос почти на 8%. Значит, получается, что страна в состоянии обеспечить рост промышленного производства в обрабатывающей промышленности. Но это не... Вопрос с конкуренцией никак вообще не был связан, так и откровенно, да? Просто профинансировали соответствующий рост. И мы можем точно так же профинансировать страны, может, рост не только в оборонной промышленности, она может профинансировать рост танкостроения, тракторостроения, авиастроения. Она может профинансировать, но не лезть туда с этими либеральными догмами по конкуренции и так дальше. А дальше возникает вопрос. Если у нас царевики, по сути дела, являются монополистами, то у меня просто не могу не возникать моменты. Наше основное преимущество в России, правильно ли люди говорят, у нас же есть свой никель, свой мель, свой металл. Почему мы не можем делать конкурентоспособные продукты? Это очень просто. Потому что мы не пользуемся этой самой... Когда мы торгуем у себя в стране по ценам внешнего рынка и даже дороже, мы тем самым кому-то отдаем нашу природную ренту. Объясняясь тем, что это же мировая цена, это же мировой рынок. Если мы нашим сырьем торгуем по мировым ценам, это мы значит с кем-то на внешнем рынке делимся нашей природной рентой. Себя обманывать не надо. Это принципиально важный вопрос. А если мы отдаем кому-то нашу природную ренту, они будут развиваться за наш счет и развиваются, и обгоняют нас. Это неизбежно так. То, что нашего рынка не хватает для сложного машиностроения и особенно для высоких технологий, это да. У нас действительно серьезнейшие проблемы с масштабом рынка для нашей электроники. Это факт. Поэтому у нас я не очень представляю, каким образом при нынешнем финансировании вообще может развиваться что-то электронное из промышленности. Разговоров, конечно, много, но поверьте, то, что я вижу сейчас приходит в виде станков стойкой. Уже говорили. Владимир Николаевич, вы извините меня за некоторую резкость. Я все-таки такой великодержавный националист. Когда я вижу вторую серию того же маразма, сначала 90-х, свободная конкуренция, ваши промышленности не кривили дешевле купить, у меня рука тянется, конечно, к прикладу. Я готов прикладом в зубы бить вот таким идиотом, который второй раз попытается нас пустить в унитаз. Но их больше. Максим, их больше. Ну, не знаю. В результате лучше, конечно, сплачиваться сейчас промышленные ассоциации вроде с Роспецмаша и оставить свои интересы. Пусть их даже больше. Мы должны быть качественными. Ну, давай так. Если мы говорим про Роспецмаш, вот я же многие ассоциации знаю серьезные, да? Вот на мой взгляд, такой боевой испочетность, как ассоциация Роспецмаша, я больше не знаю. Те, которые на научной основе, собирая статистику по импорту, по экспорту, обрабатывая ее, внося предложение в правительство, я больше таких ассоциаций не знаю. Все остальное это, ну, мягко скажем, близко не стоит. Спасибо буржую Бабкину, да, он поставил. Ну, в этой ситуации безусловно так, но, видите, это единственная, вот на мой взгляд, рабочая ассоциация. Все остальное это, ну, мягко скажем, плач. Вот собираются люди, говорят, ну что, ну плохо, ну да. Иногда на ассоциацию там, тем же нефтехимическое машиностроение, ну, приходит какой-нибудь представитель министерства, что у вас не так? Да вот так не так. Ну, блин, ну тяжело, ну что? Ну, ну думайте как, а чем вам помочь? Ничем не можем. Не можете с Китаем наверное конкурировать? Ну, как говорится, долой с рынка. Я утрирую, но не сильно. Владимир Николаевич, Владимир Николаевич, я думаю, что нам, как патриотам, ну я национал патриот, нам надо применять любые, скажем так, не сняться каких-то идеологических, снять все идеологические шоры. Все, что работает, это будет мера в духе Рузвельта или Сталина, там условно говоря, надо пускать вход, лишь бы обеспечить, соответственно, спрос, возможность производить. Большие государственные программы по обновлению, у нас очень изношена, между прочим, сельхозтехника, агромашин у нас мало, у нас на гектар, сколько там, мы судим. не зли ни меня, ни народ, ни все остальное, ну блин, мало машин, слушайте, я устал слушать, вот это вот на выступлениях, министр хоз приходит и говорит, у нас не хватает техники в селе, у нас устаревший парк тракторов, нам необходимо срочно поставить, в деревню, там в деревня поставить 20, 30, 40, 50 тысяч трофф, в течение года, Минпромторах, обеспечьте нам срочно поставку этого количества техники, мы умираем без этих тракторов. Ребята, 40% падения объема производства рынка, забитые тракторами все склады, министр хоз, а что не берешь, что не берешь трактора, которые у тебя устарели, кто виноват, почему так, кто сделал нищими наших фермеров и тех, кто работал сельхозьми хозяйствами, кто дал преференции 5-ми мегахолдингам, я вот, извини, разошелся, кто губит производство, переработку муки, зерна в муку у нас и комикорма, кто это сделал? И говорить о том, что у нас не хватает, если не хватает, то почему не покупают? Ну, ну, понятно, уже соответствующий, и мы прекрасно знаем, кто дал эти преференции, Владимир Николаевич, мы просто сейчас говорить не можем, ну, фамилии, да, мы эту даму знаем, и даже знаем, где она работает, вот, и кого очень интересно, на лоббелье. Вот, Владимир Николаевич, ну, вы затронули вопрос, да, вот вы показали успехи военного, ну, сейчас война, это понятно. Вот сейчас появилась схема, очень интересная схема, которая показывает, что у нас рост промышленности идет за счет именно военных заказов. Если мирные, то есть гражданские, вот, то есть стагнируют или даже падают, вот как с тракторами, то у нас идет рост выпуска, естественно, там, артиллерии, снарядов, прочих военных, так сказать, военной техники и прочее, прочее. Вот график это здорово, здорово показывает. Но ведь это на самом деле очень опасное положение, ведь на военном росте ты долго не продержишься, военный рост, я так понимаю, существует только до тех пор, пока ты тратишь деньги на военную продукцию. Но военная продукция, она не идет на потребительский рынок, ультро и внутренний спрос. И она по природе, так сказать, очень отличается от гражданской. Если ты выпустил трактор или комбайн, они будут еще лет 10 приносить новую продукцию, давать работу людям. А военная продукция, ну вот, выстрелил ты ее или положил на вклад, это чистые затраты. Кончился, кончился, так сказать, поток военных заказов и промышленность резко пошла вниз. Здесь мы попали в крайнее, я считаю, опасное положение. Мы получим очень тяжелую послевоенную депрессию в виде падения производства, зарплат, безработицы и прочее, прочее. Поскольку к военной промышленности должна быть сильная еще гражданская нога. А ее не создали. Ну вот так я смотрю на этот график. А вы, Владимир Николаевич? Ну, смотрите, я еще лет двадцать назад писал расширенные статьи о том, что, ребят, кто-то не понимает, мы когда-то хвалили, что у нас высококачественное и дешевое оружие в советской армии, да, и я объяснял, что если умирает гражданская промышленность, технология, то у нас, первое, у нас не будет дешевого вооружения в стране, потому что эффект масштаба работает, и второе, у нас в принципе технологии, которые должны быть современными, современными не будут, потому что если у вас не поставлена работа с детскими южескими спортивными школами, там, кожаный мяч, золотая шайба, олимпийские чемпионы не рождаются, это, так или иначе, эта цепочка прерывается по разным причинам. И я объяснял, что вот когда, допустим, уничтожались предприятия дизельные по производству двигателей, на которых в свое время ходили белорусские белазы, да, на Урале, Коломне, там, все это было, уничтожалось, я пытался объяснить, что двигатель Каминс или Дойпс, это не только двигатель для грузовой машины, понимаете, да, это двигатель для танков в том числе, для БМП, что если у вас нет своего судостроения, то это там технологии не только для гражданков судостроения, оно же и оборонное судостроение, понимаете, те же самые генераторы, это без конца можно говорить, и если вы гражданку убиваете, то вы безусловно теряете две вещи, у вас пропадают неизбежно кадры, технологии и растет себестоимость, а в ситуации, когда мы начинаем покупать двигателя Каминс и Дольпс, а мы их вынуждены были покупать, мы тем самым не только снижаем себестоимость импортной техники за счет их эффекта масштаба, мы понижаем себестоимость и тем самым финансируем оборонную промышленность стран вероятного противника. Вот сегодня, как ни странно, когда мы покупаем китайский импорт, мы всей страной финансируем оборонную промышленность Китая. Понимаете, почему, да? Дальше возникает вопрос, вы правильно сказали, что будет, произойдет, когда специальная операция закончится, но она должна закончиться, и мы все этого хотим. Я верю в победу в данной ситуации, безусловно, как бы там кому-нибудь по этому поводу кто-то не думал с той или другой стороны, что по той стороне у границы, что по этой у нас всегда хватает умников, я считаю, что в данной ситуации сначала надо победить, потом разбираться, а разбираться, потом победить, нет, опять обманут, как обычно происходит, только так. И, тем не менее, что произойдет, если вот оборонка Коверси закончится, а где у нас оборонка? Ведь по большому счету обороны заказа так или иначе все равно происходят на предприятиях, которые, в общем-то, имеют возможности, делают гражданский продукт. Ну, 95 случаях процентов. Вся проблема в том, каким образом не допустить падения производства на этих предприятиях дальше и развивать гражданское повышенное строение. и мы опять возвращаемся, Максим, к началу. То есть, себестоимость и цена и производство на этих заводах будет высокая и неконкурентная с тем же Китаем, который мы сейчас два года с этой страной финансируем, их оборонку, их промышленность. Понятно, да? Но, если мы оборонку можем защищать, в том плане, что, ребят, у нас есть определенные правила, по которым проводятся оборонзаказы, поэтому вот здесь никакой равной конкуренции быть не может. Или наша, или никакое, да? Но в крайнем случае, если, ну, понятно, иногда приходится. Но, прежде всего, наш. И дальше конкуренционный выброс. То есть, мы же каким-то образом при высоких ключевых ставках, при всех этих моментах, у нас же объем производства промышленности на 7% с лишним почти 8% вырос, обрабатывающий вырос, значит, у нас может расти обрабатывающая промышленность темпами 8%. Ты правильно говоришь, Максим, что снаряд улетел и все, и пропал. Но, если будет расти темпами 8% обрабатывающая промышленность, связанная с гражданскими нуждами, то у нас увеличивается объем предложения товаров на рынке, и тем самым снижается инфляция в стране. То есть, в данной ситуации мы должны найти вариант, которым защитить наш рынок нетрадиционными методами ВТО, не методическими МВФ, а перекрыть рынок для тех, кто мешает, помешает нашей обрабатывающей промышленности, до сегодня отстающей, до сегодня, она не на день отстала, ее 30 лет к этому приводили, уничтожая, забирая финансы, надо вернуть то, что у нее забрали, а как по-другому? Нет, я понимаю, сейчас вот скажут, ну, конечно, сидит этот заводчик, понимаешь, там, рабов нанял, там, этих самых 100 человек, и сидит, там, деньги ему дай, нифига, типа, подыхайте вместе со своими рабочими и сам подыхай, условно говоря. Ребят, по большому счету, я скажу так, не знаю, как насчет 600 рабочих, у меня есть определенные навыки компетенции, я это выжил. Вопрос другой, сегодня тот завод, на котором работает 600 человек с лишним, завод, на котором уже 600 человек, он весь завод по цене, это одна квартира на Тверской, более-менее серьезная в Москве, чтобы вы понимали, с точки зрения рыночной капитализации заводов в России, и просто квартиры на Тверской. Капитализация завода, хорошая квартира, да, не маленькая, но приличная квартира где-то на Тверской. На, 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 на Рублевке, коттеджи, которые стоят в разы дороже нашего предприятия, где работает коммерция более 600 человек, я думаю, больше 100 не найдется. Вы, вы, не, не там ищите заживающих котов. Да, кровопийцы не там ищите. Вот, промышленники, как наши промышленники, герои. Я много раз, они не воруют, они вкладывают в свои голоды. Вы не там кровопийцы ищите. Владимир Николаевич, да, пора вспомнить поговорку, не будешь кормить свою промышленность, даже за счет более высоких цен, с импортом, будешь кормить чужую, которая потом тоже поднимет себе цены. Ты знаешь, Максим, я бы сказал, вот мы пришли к тобой в другой формуле, не будешь кормить свою промышленность, будешь кормить чужую армию. Уже, уже можно спрямить выводы. Да, я хочу напомнить, что Южная Корея, которая сейчас считается образцом, так сказать, современности, развития прекрасных товаров, она начинала с Пан Джон Хи, да, диктатор антикоммуниста, который вел пятилетки, первые, да, у него первые в 62-м году, и который заставлял покупать только корейское, только, никакого импорта, он бил по мозгам всяким потребителям, которые могли сожрать, прожрать страну. А как же равная конкуренция, а как же справедливость, Максим? Что, что ты так, это? Владимир Николаевич, можно? Я сделаю уступки. Какой-то ты совсем не либерал, но так нельзя в нашей стране. Тебе же приличное общество не пустит, меня тоже. Я сделаю либеральную уступку, я спрямую все объемлющие, о чем-то Бабкин говорит, вот мы сколько обсуждали тогда, еще 10 лет назад, о рук, акт о равенстве, условиях конкуренции. Понятно, вот такие же кредиты, такие же льготы, как имеет китайская, например, промышленность, такую же поддержку от государства. А нет, нет тогда на такую же величину таможенные и пошлиные ввозные. Кстати, Бережной об этом говорил, который... А как же ВТО? ВТО не позволяет нам пошлину вводить. Меня не волнует ВТО, после того, что с нами они сделали. Так что, так сказать, вперед отряды, так сказать, красногвардейцев или там штурмовиков индустриализации. Мы нужно, нам нужно поднимать страну. Но, Вадим Николаевич, в заключении, ну, у нас очень, получается, ситуация очень-очень, например, плохая, напряженная, фактически ворота китайские. Нет, нет, Максим, я против слова плохая. Ты правильно сказал, напряженная. Я на заводе это слово называю, когда полная задница, я говорю, ситуация рабочая. Напряженная ситуация. Но вот сейчас подумать. Понятно, что сейчас наше верховное, так сказать, управление сделало выбор именно в пользу там потайных набиуллиных. Может быть, попробовать наших, так сказать, Александра Григорьевича каким-то образом подвигнуть, ну, как, отталкиваясь от того, что идет уничтожение, естественно, так сказать, для меня Белоруссия не чужая страна, а часть моей большой страны. Идет уничтожение целой отрасли в Белоруссии. Все-таки попробовать его использовать как лоббиста, толкача, это вопрос. Ну, давайте откровенно. С точки зрения белорусов, значит, опасность китайской экспансии с точки зрения полностью завоевания территории России за счет технической удавки белорусы обозначали для россиян на моей памяти еще лет 15 назад. И одним, когда вступали в ВТО, определенные меры на союзном таможенном пространстве, которые в первую очередь были направлены на защиту от китайской экспансии, именно согласовывались на союзном пространстве, но предложение под это дело, как правило, пробивало и готовило белорусская сторона. То есть, риски этой экспансии на российский рынок, она, да, в общем-то, иллюзий по этому поводу не было. Поэтому рассказывать белорусам о том, что давайте вы подумайте, вот по этому поводу у кого-кого у белорусов нет никаких иллюзий и с этими предложениями они уже в разных приемных российских толкаются уже лет 15. Только при мне и наверняка и до этого были разговоры. Это один момент. Другое дело, что раньше такого рода предложения и пожелания белорусов российской стороной воспринимались только как плач младшего брата о том, что о нас за что, да, типа, ну, вы же понимаете, что если Китай зайдет, то вынесут перед ногами белорусское машиностроение. А ну, а куда деваться? С таким серьезным, в общем-то, с конкурентом в правных условиях не поконкурируешь. Но сейчас другая ситуация. Дело в том, что у России сейчас период, когда вопрос о том, выживет ли белорусская промышленность в конкуренции с китайской, это уже не вопрос для российской стороны. Вопрос для России стоит в том, останется хоть что-то в России после конкуренции с китайской промышленностью и хоть какая-то технологическая независимость хоть в чем-то останется. Когда мы говорим про оборонное предприятие, ребята, через пять лет на наших оборонных предприятиях не будет ни одного отечественного станка, все будут китайские. Говорить о том, что без комментариев, вот даже не хочу комментировать. И что дальше? Мне скажут, ну, как же у нас начинают появляться наши российские станки? То, что российская сейчас худо-бедно работает, я так скажу аккуратно, не совсем российская. Хотя там стоит сделано в России. Да, я согласен. И хоть что-то, и слава богу, надо потихоньку этим делом заниматься. Потихоньку, потихоньку. но учитывая потребность в оборудовании, неизбежно сейчас наши предприятия и оборудование в первую очередь заполняются китайским оборудованием. А куда делать? И в данной ситуации я не за то, чтобы перекрыть, допустим, поставки оборудования технологического из Китая. Ну, а что делать, если у нас своего нет? Но то, что мы можем делать сами, это спецтехника, трактора, комбайны, самосвалы, это вот профизноса, как бы ни было тяжело, надо делать самим. Да, в Китае дешевле, может, даже уже и лучше, но надо делать самим. Дорого, значит, дорого, иначе никогда ничего своего не появится. И то, что было, будет умирать. А потом потихоньку идти дальше. Да, Владимир Николаевич, конечно, не завозить готовые изделия из Китая, а по, если уж куда деваться, завози в станок. То есть, не рыбу готовую, а удочку. Вот так уж, если просто. Пользуясь случаем, я понимаю, вас очень смотрят, и Белоруссии, и Белой Руси тоже. А вот, если нас слушают какие-то помощники Лукашенко, но самое время перехватывать иностранство, проводить форум в Минске, будущее нашей, в общем, промышленности. Что нужно делать? Это очень будет и правильно, и в интересах двух ветвей нашего одного великого народа, там, белорусов и великоросс. Вот. Да, Владимир Николаевич. Я знаю, что вот буквально на днях председатель Росперсмаша Константин Папкин посетил Белоруссию и встречался с высшим руководством страны, и с предприятием ее встречался, и я пока не знаю, до чего смогли договориться, но я так думаю, что, что касается рисков для производств и промышленников обоих стран, в общем-то, обозначено достаточно много, и все их понимают, и в Белоруссии. Поэтому, на мой взгляд, мысль о том, что сделать такой вот союзно-промышленный форум непосредственно в Минске, ну, мысль хорошая, я вот не знаю, вот, Красавида Анатольевич ее поддержит, но учитывая сколько времени, чего уж там реха таить, конкуренция между машиностроителями России и Белоруссии в свое время была очень мощная, конечно, поменьше, но тем не менее она существует, вот сейчас вот точно не время между собой отношения выяснять. Необходимо объединять свои усилия, свои компетенции и свое таможенное пространство, в общем-то, защищаясь от более сильного, наглого и более, в общем-то, циничного соперника, но не союзника в этом плане точно. Вот я всем сторонникам свободной конкуренции, вы сначала попробуйте в Китае поставить сложный товар, вы увидите какой там свободный рынок, как вас, как вас... Да, было странно, а что в Китае, а в Западной Европе не так, ну, это только диванный какой-то эксперт из офиса московского скажет, да, ну, я за свободный рынок. Вот, да, Владимир Николаевич, у нас такой был дикий, умный человек, дикий, но симпатичный, Игорь Эстрицов, вот, он уже, так сказать, в возрасте человек, он говорил, что... Я бы сказал, он не только умный, грамотный и образованный, чего, в общем-то, сейчас у нас не хватает, неграмотность, необразованность. По энергетике, по ядерной энергетике, да, но он как-то сказал, я тогда очень сильно смеялся, что под Минском, под землей сидит миллион китайцев под видом технополиса. Не, ну, насчет миллиона китайцев он, наверное, все-таки немножко пережал, но, с другой стороны, то, что под Минском есть так называемый технопарк китайский, Великий Камень, да, это есть, и одно время меня тоже удивляло, что количество вывесок по дорогам на китайском языке и в аэропортах, ну, как бы, многовато, да. Я тоже замечаю. Но я думаю, что разговор про миллион все-таки несколько преувеличен. но белорусы, в принципе, с Китаем работают. Почему? Потому что, честно сказать, ведь белорусы с Китаем работают в рамках не того, чтобы перейти на китайский продукт, а то, чтобы создать что-то совместное, то, что выпадает. Сами сделать не могут, в России нету, а Европа перекрывает. Я, для примера, приведу, допустим, МАЗы. В свое время, когда белорусы, как всегда, раньше начинают понимать, откуда дует ледяной ветер, поняли, что Европа в ближайшее время может нас остановить, наше предприятие машиностроения. И начали разрабатывать МАЗы на Вечаевских двигателях. Все говорили, зачем? Ну, хороший же движок Мерседес или Мановский, все хорошие движки. Зачем нам этот Вечаевский движок. Или свой надо сделать. Но было понятно, что у нас впереди там 3-4 года, за которые, в общем-то, двигались свой, сделать нельзя, а остаться без двигателя, допустим, немецкого, вполне себе можно. И белорусы успели. И поэтому ситуация, когда немцы перекрыли на рынок, на МАЗе никто по этому поводу даже не дернулся. Вечаевский движок зашел. Но мы все-таки, так или иначе, этот движок в Белоруссии не просто ставили в Вечаевский. Он там локализовывается потихоньку. То есть, там проходит работа по локализации этого Вечаевского двигателя. То есть, белорусы, не так, как в Москве, на Москвиче шильдик повесили на китайскую машину, сказали, о, русская машина. Но они к этому ушли заранее. И не дожидались специальной операции. То есть, эти тенденции, они ведь, не только белорусы, вы думаете, россияне не понимали, что это будет. Будут. Но просто решили, что сегодня надо урвать, чем в будущее вложиться. И вот эти вот моменты, которые, просто страна маленькая, Белоруссия, и у нее нет возможности кормить свое население за счет природной ренты. У него нет природной ренты в том объеме, который у нас есть в России. Да, есть калийный кабинет, но за счет этого не продержишь, не прокомнишь деятельного человека. Поэтому единственным источником существования страны это идет создание и распределение более-менее справедливо произведенной добавленной стоимости. А это машиностроение. Другого ничего не дано для Белоруссии. Поэтому просто взять китайские двигатели они не могут. Они так иначе участвуют в совместном производстве этого китайского двигателя. И так во всем. Трансмиссии, мосты, двигатели. И поэтому МАЗ, Белорусский МАЗ, если вы посмотрите уровень локализации с точки зрения России, то МАЗ процентов на 50 более российская машина, чем КАКАМАЗ. И это вам скажут, только, конечно, не официально. В департаменте Минпромоторга, который занимается именно автомобилестроением, но не под камеру. Владимир Николаевич, я думаю, что нужные посылы мы сделали. Я надеюсь, что будет дан толчок именно с объединением сил перед лицом Китая и белых русов и великороссов, промышленных, так сказать, промышленных деятелей. Вот. Что я, наконец, увижу и механизм кооперации, о чем мечтает, например, тоже Сергей Севряков на Кировском заводе. Когда мы друг друга заводы не уничтожаем, не разоряем, а вместе объединяемся, оставаясь вроде в разном причинении, но делаем один общий продукт. Для продвижения, так сказать, на рынках, в том числе и на мировом рынке, и на удержании своего рынка. Будем надеяться, что эта работа, конечно, что Ассоциация Прогресс заработает с идеей кооперации без поглощения друг друга. РФ, предприятия РФ и Республики Беларуси. То есть, время сейчас такое, ну, будем жить этой надеждой, будем ради этого работать, а я знаю, что голос вас, ваш авторитетен, к вашему мнению прислушиваться. Владимир Владимирович, спасибо громадное. Всем спасибо. Прорвемся. Победа будет за нами. Надеюсь. До следующей встречи, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова